Покаяние перед старообрядцами Архиерейского Собора Русской Православной Церкви за границей. Верующих в чад Русской Православной Церкви на родине Евросияни, держащихся старого обряда Собор Епископов Русской Православной Церкви за границей РПЦЗ приветствует. Возлюбленные братья и сестры, по святой православной вере нашей благодать и милость человеколюбца спаса да будут с вами вовеки. В год, когда Святая Православная Церковь обращена к 2000-му юбилею Рождества во плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, мы, Собор Епископов РПЦЗ, собравшихся в богохранимом граде Нью-Йорке, на наших заседаниях думаем и о том, как бы мы могли способствовать уврачеванию того разделения, которое уже столько столетий переживает Церковь Российская вследствие богослужебных изменений, установленных в XVII веке. Мы глубоко сожалеем о тех жестокостях, которые были причинены приверженцам старого обряда и о тех преследованиях со стороны гражданских властей, которые вдохновлялись и некоторыми из наших предшественников иерархии Русской Церкви, только за любовь к старообрядцам, к преданию, принятому от благочестивых предков, за ревностное хранение его. Русская зарубежная церковь с самого своего основания соответственно искала примирения со старообрядцами и на своем третьем всезарубежном соборе, состоявшемся в 1974 году, во всеуслышание провозгласила древние богослужебные обычаи, обряды православными и спасительными. Запрещение же и клятвы, наложенные в прошлом на содержание этих, на содержащих эти обычаи, считать недействительными, отмененными и яконебывшими. И несмотря на это, хотя наши иерархии, наши верующие никогда не участвовали в преследованиях и насилиях, причиненных старообрядцам, мы хотим воспользоваться и ныне данным случаем, чтобы испросить у них прощения за тех, кто презрительно относился к их благочестивым отцам. Этим мы хотели бы последовать примеру святого императора Феодосия-младшего, перенесенного святые мощи святителя Иоанна Златоуста в царственный град из дальней ссылки, куда родители его немилостиво отправили святителя. Применяя его слова, мы взываем к преследованным, простите, братья и сестры, наше прегрешение, причиненное вам ненавистью. Не считайте нас сообщниками в грехах наших предшественников. Не возлагайте горечь на нас за невоздержанные деяния их. Хотя мы потомки и гонители ваших, но не повинны в причиненных вам бедствиях, простите обиды, чтобы и мы были свободны от упрека, тяготеющего над нами. Мы кланяемся вам в ноги и припоручаем себя вашим молитвам. Простите оскорбивших вас безрассудным насилием, ибо нашими устами они раскаялись с соделанным вам и спрашивают прощения. В 20 веке на православную Российскую Церковь обрушились новые преследования, теперь уже от рук богоборного коммунистического режима. Пред нашими глазами ярким образом представилось преследование при малодушном или даже бесчеловечном сотрудничестве и пособничестве гражданским властям со стороны лиц, именующих себя церковными. Мы со скорби признаем, что великое гонение нашей Церкви в прошедшие десятилетия отчасти может быть и Божьим наказанием за преследование чад старого обряда нашими предшественниками. Итак, мы сознаем горькие последования событий, разделивших нас, и тем самым ослабивших духовную мощь Русской Церкви. Мы торжественно провозглашаем свое глубокое желание исцелить нанесенную Церкви рану и молимся о том, чтобы мы, если на то будет воля всемилостивого Бога, могли бы участвовать в таком богоугодном деле. Мы верим, что с обеих сторон требуется воля следовать спасительным заповедям Христовым, в исповедании, что не обряды наши сами по себе приближают нас к Богу, но покаяние наши, смирение, готовность к взаимному прощению, любовь и все христианские добродетели устраивают нам наше спасение. Мы искренне желаем встретить преследователей Церкви Старого Обряда и Согласия, а также их приходов, дабы мы могли совместно разрушить средостение, разделяющее нас, и подготовить путь к добрым отношениям и, наконец, к восстановлению полного общения между нашей Церковью и теми, кто стремится сохранить Старый Обряд в лоне Русской Церкви. 13 по новости 26 октября 2000 год. Заявление, комментарий. Этого документа миллионы людей ждали 333 года со дня реформы Никона. Реформы ненужной, противозаконной и крайне вредной, принявшей неисчислимые страдания верным сынам Православной Церкви на Руси. Реформа Никона расколола русскую нацию, ослабила ее силы и привела в конечном счете к засилию масонов при Петре I и к революции 1917 года. Это решение Синода РПЦЗ будет, быть может, самым лучшим и памятным, что вышло от них за последние десятилетия. И даже против такого смелого, открытого покаяния, направленного на то, чтобы снять с себя вину, возложенную на них от отцов реформаторов, сегодня пытаются опротестовать и представить в ложном свете курские и другие лжепатриоты православия. История учит нас просить прощения не только у живых, но и у мертвых, чтобы снять вину греха. Это было с Феодосием Младшим, императором Византии, который писал к Иоанну Златоусту как живому спустя 32 года после его кончины при перенесении его мощей. Он просил у святителя прощения за лютость матери Евдоксии, свергнувшей и сославшей Златоуса в ссылку, до которой он так и не дошел, умерев в пути. При перенесении мощей митрополита Филиппа, удушенного Малютой Скуратовым по приказу одного из лютейших в мире правителей, царя Иоанна Грозного, молодой царь Алексей Михайлович просил прощения у митрополита Филиппа за неумеренную лютость предка своего Иоанна. Покаяние перед стареобрясами, природными русскими гражданами, патриотами своей Родины, старой веры снимает душевный гнет с гонителей и их духовных потомков в этой жизни до суда Божия. Божия.